МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Послевоенный Ленинград. Город, переживший страшную блокаду, возвращается к мирной жизни. Только что отгремели залпы победного салюта. Сбылось то, о чем так долго мечтали ленинградцы. Но наступивший мир стал новым испытанием. Город в руинах, нищета, разруха и разгул уличной преступности. Дети войны, дети блокады привыкли выживать любой ценой. Даже ценой грабежей и убийств. В послевоенные годы ленинградский уголовный розыск располагался здесь, на Дворцовой площади, в здании главного штаба. Я думаю, не случайно. Дворцовая площадь – сердце города. А за роскошным фасадом бился истинный пульс городской жизни с ее драмами и тайными страстями. В Ленинграде, городе трех революций, когда-то начался грандиозный эксперимент по созданию нового советского человека. Все герои нашего сериала родились в стране Советов и воспитывались как советские люди. Никто из них даже не помышлял стать профессиональным преступником. Но каждый окажется в тюрьме или у расстрельной стенки. Мы расскажем о трагедиях советского человека, о громких преступлениях эпохи социализма от послевоенного Ленинграда до бандитского Петербурга. Ночью 26 января 1946 года на Васильевском острове постовые милиционеры задержали подозрительного гражданина с узлом в руке и доставили в отделение. Потом они припомнят, что впереди задержанного шел еще один человек, но на него не обратили внимания. Заметили только что роста высокого и походка утиная в развалочку. Милиционеры не могли знать, что в ту ночь упустили особо опасного преступника. Впрочем, возможно, только благодаря этому они остались живы. Задержанный оказался рабочим Петром Биюткиным. В узле обнаружилось зимнее полупальто, полуботинки с галошами, одна перчатка на левую руку и записная книжка. Пальто было испачкано кровью. На многих вещах были бурые пятна. Скорее всего, это кровь. Но когда они его тщательно осмотрели, самого Биюткина, на теле никаких царапин, никаких ран не было. Значит, кровь чужая. Значит, было преступление. В ответ на вопрос о происхождении вещей и пятен крови, задержанный Биюткин рассказывает фантастическую историю. Подходит двое потом ко мне. Они говорят, давай покупай вещи. Я говорю, какие вещи? Ну, вот эти вещи. Я говорю, у меня денег нет. Я говорю, они говорят, купи вещи. Я говорю, да вы что, с ума сошли, что ли, а? Ну, у меня было 180 рублей. Я это самое, по морде получил, в общем. Ну, получил по морде, и этот проклятый узел они оставили. Деньги забрали себе. Я вообще лицо потерпевший, гражданин начальник. Вам бы потерпевшей книжки писать. Печальный рассказ гражданина Биюткина не растрогал сотрудников милиции. И вот тут же взяли под стражу. Узел с вещами среди ночи. Типичная добыча воров и грабителей в те времена. В послевоенном Ленинграде каждые сутки совершаются около 60 грабежей и разбоев. И это по официальной статистике. Крадут и отнимают у людей вовсе не золото и бриллианты. Ценности были другие. Например, были кражи белья с чердаков. Сейчас, наверное, никто не ворует, потому что что с ним делать? А тогда можно было украсть и продать. Почему отбиралась одежда? Ну, опять-таки, это 45-й год. Легкая промышленность работает едва-едва. Одежды у людей просто-напросто нет. Многие, большинство мужчин, донашивают военную форму. Поэтому вот толкучки, на толкучках, один из самых ходовых товаров все 40-е годы. Это одежда, даже ношенная одежда. Я помню, шел по Лиговке, провожал девушку. Она там жила знакомым. И вдруг подходит несколько человек. Я впервые так почувствовал какой-то такой смертельный холод. Вот, вы знаете, потому что, ну вот, когда перед тобой несколько человек с ножами, а ты... Я говорю, а что надо? Они говорят, снимай пальто и снимай кепку. Уже на следующее утро обнаруживается владелец краденых вещей, гражданин Теннисон. Шел вечером из театра. На Васильевском острове на него напали трое. Ударили по голове, повалили, раздели, обокрали. Жаль, только лиц нападавших гражданин толком не видел. Оперативникам ясно. В городе действует очередная шайка громил, и как минимум двое преступников еще на свободе. Организованная в это время спецгруппа во главе с Черенковым занялась этим делом. Это была спецгруппа, первый отдел. И так как очень тревожное положение было в городе, этой банде сразу же стали уделять очень большое внимание. Отец работал тогда на Дворцовой площади. И они вообще не выходили. Домой не появлялись. Все время находились как в наказанном положении органов. Первым делом оперативники решают выяснить связи задержанного Биюткина. Эта задача для милиции не самая сложная. Ленинградские рабочие отдельных квартир не имеют. Живут в бараках, коммуналках и общежитиях. По нескольку человек в комнате. В гости ходят в женское общежитие. Вся жизнь на виду. Общежитие, вот сами их жители называли вертепами и концлагерами. То есть, например, в бараках для неженатых жило по несколько сотен людей. Для женатых семейных меньше, но это не означает, что у них часто были отдельные комнаты. То есть вот занавеской отделились друг от друга, кровать поставили. Вот буквально 2-3 квадратных метра личной жилой площади. Жили везде, буквально там под лестницами. В подвалах Андреевского рынка, разбитого, кстати, еще, я помню, там жили даже. Вояж оперативников по двум общежитиям, мужскому и женскому, дает следствие первые ниточки, ведущие к бандитам. Выясняются интересные подробности. Один из друзей задержанного Биюткина ходит с орденом Красной Звезды, хотя награжденным не был. Другой его знакомый засветился в женском общежитии с пистолетом. А третий, самый молодой, зовут его Женька, интересен тем, что носит двое часов. Одни наручные, другие карманные, серебряные. По тем временам вызывающие роскошь. Но установить личность удается лишь одного фальшивого орденоносца. Это Александр Луговской. Он прописан в общежитии, но чаще бывает в квартире своей жены на Васильевском острове. Именно там оперативники и устраивают засаду. Уголовный розыск в начале 1946 года работает на пределе сил. Ленинград переполнен сомнительными элементами и отчаявшимися от нищеты людьми. Город все еще на военном положении. Въезд и выезд строго по пропускам. Власти пытаются ограничить поток ленинградцев, возвращающихся из эвакуации. Но тысячи людей проникают сюда нелегально и оказываются в тяжелейших условиях. Жилья не было. На работу без документов, без выписки с разрешением выезда, без пропуска не устроиться. И вот эти люди оказались в очень тяжелом положении. И это одна из причин, когда с лета 1945 года в Ленинграде идет резкий всплеск преступности. Не случайно ведь в это время возникают соответствующие структуры. Даже отделы по борьбе с бандитизмом, они чуть раньше были созданы и так далее. Но они не ликвидированы. Война заканчивается, а отделы по борьбе с бандитизмом в Ленинграде работают по полной программе. За один только 1945 победный год количество убийств и ограблений в Ленинграде возрастает в два раза. Главный бич обывателей – шпана. Молодежные банды громил и налетчиков. Они все носили фиксы, во-первых. Это не из золотых золотых золотых, а вот такие накладные металлические штуки. Это такой лагерный, видимо, и кепки, туго натянутые на уши. И самое страшное, когда эта стайка пробегала мимо, надо было беречь карточки, прежде всего. Они выхватывали на лету карточки, на хлеб, на что угодно. Там было несколько случаев, когда, например, задержанных хулиганов просто отбивали в милиции. Был случай даже, когда задержали несколько пьяных военнослужащих, их товарищи организовали нападение на отделение милиции, пришлось применять оружие и так далее. Милицейская засада на Васильевском острове в первую же ночь приносит успех. На ночлег является приятель Пьюткина Сергей Смирнов. Стоять! На! Стой! Обыскав гражданина, оперативники обнаруживают пистолет ТТ и семь патронов к нему. Этого достаточно для задержания. Но сознаваться в преступлениях Смирнов не собирается. Не воргия, не грабитель, я инвалид войны. На фронте с 1941-го, а закончил в 1945-м. Четыре ранения, а одна контузия. Ну, вот. Ну, а пистолет при мне, 1944-го, из него мочил немецко-фашистских гадов. Вот ты оставил при себе, как трофей. Да, вообще по улицам ходить страшно. А вас вообще не дозовешь, и шпана кругом. А милиции нет вообще. Гражданин Смирнов не врал следователя. Он действительно проливал кровь за родину. Был четырежды ранен и закончил войну старшим сержантом. И гражданин Биютки не врал. Он тоже воевал. И даже был награжден медалью за оборону Ленинграда. Забегая вперед, скажу. Почти все участники банды оказались фронтовиками. Мы часто привыкли слышать, что война воспитывает героев. Но война еще учит убивать и приучает к смерти. Не все, кто выжил в этом аду, смогли легко вернуться к мирной жизни. В этой структуре бандитизма, вот особенно послевоенного, ленинградского бандитизма, ядром этих боевых групп, этих бандитов, военнослужащие. Самое опасное время, это 40-е годы после войны. Тогда еще было много злоба послевоенной. Раздобыть огнестрельное оружие в Ленинграде не проблема. Четыре года вокруг города шли бои. Стволы собирают по лесам, как грибы. А молодые бандиты стреляют нераздумывая. В начале 45-го года было довольно печальное такое донесение о том, что в одном из кинотеатров на замечание, которое сделали граждане, молодым людям, которые раскуривали и хулиганили, был вызван сотрудник милиции, не подчинялись, был вызван сотрудник милиции. При попытке, так сказать, выдворить эту группу, разбросывался, он был просто застрелен. Через два дня после задержания Смирнова на Васильевском острове тремя выстрелами в упор убит постовой милиционер Новиков. Очевидцы видели трех молодых людей, разбегавшихся в разные стороны. Перед смертью милиционер успел сказать одно слово – паспорт. В кармане погибшего оперативники обнаружили паспорт на имя Леонида Ефремова. Тут же по адресу пошли. Там обнаружили огромное количество у Ефремова отмычек, ключей отмычек, 38 штук от разных дверей. Много документов, денег, облигаций. В тот же вечер в квартире Леонида Ефремова милиция устраивает засаду. Всякое нападение на милиционера рассматривалось по 59-й статье, то есть как бандитизм. А это обычно высшее меры наказания в 45-46 году. В 46-м году многие ленинградские милиционеры ходят в армейских шинелях и гимнастерках просто потому, что милицейской формы на всех не хватает. Зарплата оперативника уголовного розыска – 700 рублей. В это время обычный мужской костюм стоит 1400. Милиция живет так же бедно, как большинство ленинградцев. Ну, как отец рассказал, что на управление было всего 6 машин. И вся работа они носились с одного конца города, полностью на ногах. Голодные, соответственно. В послевоенные годы сотрудники уголовного розыска безмерно уважали свою работу. И заставляли ее уважать всех, начиная от первого секретаря, заканчивая последним болотарем. Я застал этих людей. Они, конечно, не могли быть моими начальниками. Некоторые пенсионеры работали у нас резидентами. Это те, кто встречается с агентурой. По-товарищески мы их называли рюкзаки. В 1985 году я проработал пару месяцев и плохо понимал, в чем соль сыска. Сунулся на пьяный угол один и получил по полной. Вернулся в отдел милиции с разбитой физиономией и рваной рубашкой. Начал лихорадочно собирать сержантов для того, чтобы атаковать превосходящими силами. И вот в коридоре меня поймал ветеран. Он взял меня за лацком, пиджака, и спросил, ты опер? Я говорю, опер. Тогда слюни подотри, иди один и докажи, что ты опер. Отношение к милиции у народа, что очень важно, именно поэтому, все-таки было гораздо лучше. Все-таки было гораздо лучше. С одной стороны, потому что шпана, и там они реально что-то делали. С другой стороны, потому что милиция была, как это, более совестливая, что ли, не коррумпированная, не сращенная с бандитами. Милиционеры сидят в засаде до глубокой ночи, наконец раздается звонок в дверь. В квартиру входит тот, кого ждали, Леонид Ефремов. Его тут же задерживают и обыскивают. Оперативники не знают, что в двух шагах от них на лестничной площадке за дверью стоит еще один человек. Он очень молод, высокого роста, походка утиная в развалочку. Задержание Леонида Ефремова дает следствию уникальный шанс. Паспорт этого гражданина найден в кармане убитого милиционера. За такое преступление только одна мера наказания – смертная казнь. Может, он и не убивал, но оказался крайним. И теперь крайне заинтересован дать правдивые показания. Это Женька стрелял. Мы в тот вечер с Женькой и Федькой в школе заночевали. А утром нас уборщица прогнала. Заломали двери в школе номер 34. В одном из классов они обосновались. Причем страшно набезобразничали на учительском столе. Они справили нужду. И ведь спокойно уснули. И только утром уборщица обнаружила эту спящую троицу. Она подняла шум. Директриса выбежала к постовому и попросила, чтобы проверила документы. Ну, милиционер к нам. Я милицию уважаю, я сразу паспорт дал. А с Женьки, с Федькой не было документов. Мы прошли в 30-е отделение милиции. По пути они ведь еще и спорят. Они не дают сосредоточиться сотруднику милиции. Милиции ворчат, ноют, что они опаздывают на работу, что их выгонят. Как они потом будут жить? Воспользовавшись вот этой перепалкой, Волков чуть приостал. Смотрю, Женька чуть отстал. И вижу, нога достает из кармана. Я ему кричу, ты чего? А он раз и прям в спину. Милиционер закричал и упал. Показания Ефремова подтверждают свидетели. Стрелял самый молодой, некто Евгений Волков. Ефремов познакомился с ним и Сергеем Смирновым случайно месяц назад. Стоп. Похоже, это тот самый Женька, о котором рассказывали в общежитии. Знакомый задержанных Смирнова и Бьюткина. Они ведь не сразу их всех выдают. Стараются говорить только о том деле, на котором их поймали. Поэтому Волков сначала как бы то бы и в стороне, как бы то бы его и нет. Похоже, именно Волков самый опасный из всех. Возможно, он главарь банды. Оперативники отправляют на экспертизу три пули, извлеченные из тела милиционера Новикова. Не причастен ли Волков и к другим подобным убийствам? На экспертизе выясняется, из этого же оружия при похожих обстоятельствах месяц назад был убит постовой милиционер Беляев, а также капитан Мещеряков, который пытался помешать грабителям. Пуля – серьезный вещдок, а трупы – очень серьезный аргумент. Теперь с Бьюткиным и Смирновым можно говорить по-другому. Так вы утверждаете, что не грабители? Хорошо, тогда вы убийцы. Погибли милиционер и офицер военно-морского флота. Свидетели могут опознать троих – Волкова и вас. Приметы сходятся, оружие одно и то же. Так кто стрелял? Кого приговорят к вышке? Разговор нежный и деликатный, а результат удивительный. Бьюткин и Смирнов наперебой начинают признаваться – никакие мы не убийцы, мы простые советские грабители. 19 января 1946 года на улице Гатинской мы увидели мужика, который заходил в парадную. Ну, Волков и Бьюткин побежали за ним. Потом послышались звуки, драки, и потом один выстрел. Я не видел ничего, я на остреме стоял. Ну, выпили водки, пиво, я сейчас не помню, в общем, пошли потом в районе 6-й или 7-й Красноармейской, нашли пьяного, там начали его делать, вот тут гражданин откуда-то появляется, говорит, что вы делаете? Я говорю, мужик, пошел отсюда. Ну, в общем, от него пыталось избавиться, а тут милиционера привел. И тот начал, начать, проверять документы. Вот. Ну, шо? Ну, и Волков выстрелил. Перекрестные допросы Смирнова и Бьюткина, опознание преступников потерпевшими дополняют уголовное дело новыми эпизодами. Оказалось, банда орудовала с ноября 45-го года. Начинали с мелочевки, нападали на женщин, вырывали сумки. Это был канун 46-го года, Нового года. В отличном настроении шла женщина. 18 билетов, пригласительных на елку для детей ленинградцев, родители которых погибли во время войны. И вдруг на нее напали Волков и Смирнов. Они избили женщину с ног, выхватили портфель и исчезли. А ведь тогда, надо сказать, что пригласительные билеты для детей ленинградцев, это была особая статья. Это было не просто праздник, это было не просто веселье. Это ведь были обеды, это были подарки. Этого лишние лет. Постепенно бандиты осмелели. Стали нападать на мужчин, стариков и пьяных. Не делал ничего. Прилет она все. Когда читаешь материалы уголовного дела, удивляешься однообразию. Напали, избили, ограбили. Снова напали. За одну ночь два-три ограбления. Как шутили налетчики в 20-х годах, тяжело работать, особливо, если цельную ночь работаешь. Почерк всегда один. Они преследовали жертву. Сзади подбегали к ней, зажимали рот рукой и валили на землю. Раздевали. Иногда насиловали. А очень сопротивлялась, убивали. 22 января убили милиционера Беляева. Убежали. Казалось бы, надо скрыться. Ничего подобного. В эту же ночь еще одно убийство, еще одно ограбление. Через три дня еще один грабеж. Девушка в пивной обратила на них внимание. Куда-то пошла. Может, в милицию? Волков догоняет и убивает ее. Хроника волчьей стаи. Предпочитали, конечно, пьяных. Потому что пьяный не будет сопротивляться. Раздевание пьяных в милицейских сводках проходило даже отдельной статьей. Найти себе пьяных жертв бандитам не составляет труда. В послевоенном Ленинграде огромное количество пивных и рюмочных. Они никогда не пустуют. Я помню, что, когда мы через Горном институте, заключались пари, может ли человек пройти по Большому проспекту Петроградской стороны от Тучкового моста до площади Льва Толстого, заходя во все рюмочные. Или он не дойдет. В рюмочных выдавалось, это, кстати, очень культурные были заведения и выдавалась закуска какая-то. Обычно был бутерброд. Я помню, что наибольшей популярностью пользовался бутерброд, который назывался Сеостров Федоровой. Значит, это на куске хлеба три кильки. Значит, такие. Я помню, вот на углу Маяковской и Некрасова была такая страшная рюмочная, набитая инвалидами, безногими, там оттуда веяло какой-то такой сырой овчиной, несчастьем, криками, драками. Вот это страшное рюмочное послевоенное я очень хорошо помню. Во всех этих заведениях все вспоминали, как они штурмовали Кенигсберг, Берлин и пили. Пивные становятся постоянным местом встречи бандитов. Собираются, выпивают, высматривают жертву, идут провожать. Потом людей находят избитыми, раздетыми, умирающими на улице. Он в форме рядового был, там за плечами рюкзак военного образца. В общем, Смирнов выпил с ним, Волков тоже. Они совсем были хороши. В общем, пошли потом в сторону фонтанки вместе с ним. В общем, Смирнов сбил его с ног, а Волков стал бить ногами его. Избитого солдата успели доставить в больницу, но спасти жизнь не смогли. Следующего фронтовика нашли уже окоченевшим. Именно с него один из бандитов снял орден Красной Звезды. Потом ходил, носил на груди, гордился, якобы в бою получил. Евгений Волков в войне не участвовал, но рассказывать сказки любил, как он был в партизанском отряде. Героически, ребята, не сработая уголовный розыск, они могли дожить до седин, потом рассказывали бы пионерам о своих подвигах, но розыск работал. Очень активно, конечно, работали. Спаянный, отличный коллектив, профессионалы высокие. Черенков вообще, я не слышала о нем никогда, ни о ком плохого слова. Сам он очень добрый человек. Отец не любил рассказывать о преступлениях, он тяжело их переносил. Любил людей, очень добрый был, отзывчивый. И всегда, даже в преступнике Волкове он искал добрую черту порядочного человека. И вы знаете, промелькнуло у него однажды, что если бы Волков попался ему раньше, он бы не пошел по этому пути. Война разрушила миллионы семей, наполнила страну беспризорниками. Молодежь, пережившая ужасы блокады и эвакуацию, не очень верит в светлое будущее, которое обещают транспаранты и репродуктор. Каждый выживает сам в своей стае по своим несоветским законам. В моде блатная романтика. Фарлам в своих колымских рассказах он пишет, что когда подросток становился перед выбором либо постная официальная идеология, либо, так скажем, вот эта вот контркультура, которая с его точки зрения позволяла ему выразиться, романтика, тайна, он, так сказать, его это, естественно, выбирал второе. Там вот такие слова были в этой песне. Мы носили очередь, брюки и подштанники, все на свете семечки, друзья, были мы домушники, были мы карманники, корешок мой, сенечка, и я. Хотя полстраны с наслаждением напевает блатные песни, мальчишки учатся говорить по фене, блатной мир имеют к этому самое отдаленное отношение. Настоящий блатной это вор, домушник, медвежатник, карманник, но не убийца. Вор профессиональный никогда не обидит прохожего, ни в коем случае. Понимаете, наоборот, там, это интеллигенция, цеховая. Профессиональные блатные, они, так скажем, на насильственные преступления шли очень редко. А если разбирались с применением оружия, то только в своей среде, за нарушение законов, за стукачество и так далее. И то это старалось делаться не гласно, не как бы не демонстративно, а очень тайно. Поэтому вот к этому вот молодежному раздухаристу они, блатной мир относился очень осторожно. Почти все бандиты за решеткой. Нет только одного самого опасного Евгения Волкова. Милиция задействует агентурные связи в криминальном мире, но все бесполезно. Блатные ничего не знают про жестокого убийцу. Особенно трудно было найти человека, который не был действительно связан как Волков, связан с криминальным миром. Поэтому нужно здесь было идти параллельными путями. Ставить задачу агентуре искать и с другой стороны методом личного сыска. Оперативники выясняют все связи бандита, устраивают засады. Каждый постовой знает наизусть словесный портрет Волкова. Волков был рыжий. Была объявлена тревога по всем отделениям милиции города. По всему городу задерживали рыжевых. Приводили в отделение, проверяли, потом отпускали. «Рыжевые» Причем это не всегда корректно происходило и рыжи скрывались. Вскоре в городе ни одного рыжего нельзя было увидеть на улице. Волков словно сквозь землю провалился. Но оперативники уверены, скоро бандит проявит себя. Ему надо на что-то жить, где-то ночевать. Оставшись один, Волков возвращается к тому, с чего начинал. Грабит женщин, отнимает деньги и продовольственные карточки. В деле банды Волкова более половины преступлений нападения на беззащитных женщин. Но есть высший суд или ирония судьбы. неуловимый убийца Волков погорел именно на этом. Женщины бывают разные. Сорокалетняя Матильда Безменова пребывала в отчаянном положении. Месяц назад у нее украли продуктовые карточки. Еле выжила. Наконец восстановила. А тут Волков с наганом отнимает сумочку. Терять ей было больше нечего. Матильда орала, кусалась, дралась. Волков еле вырвался и побежал, но сумочкой. Матильда за ним. Волков отстреливался. Матильда не отставала. Дикое зрелище привлекло внимание двух фронтовиков. Они дали ему по шее, скрутили руки и притащили в милицию. На допросах Евгений Волков долго отпирается. Часть убийств пытается свалить на своих подельников. Но следствие устанавливает убитые застрелены из нагана Волкова. Отпираться бессмысленно. Это уже потом, когда потянулась ниточка. Когда уже все другие были опрошены. И только после того, когда он повстречался с Черенковым. Черенков обладал удивительной способностью. У него были теплые отеческие глаза. Вот эти глаза, очевидно, вот эта проникновенность и сыграла свою роль. Волков тогда только раскололся. Преступления мною совершались для того, чтобы существовать самому. В 1942 году был эвакуирован с матерью из Ленинграда в Омск. Во время переправы через Ладожское озеро мама погибла. Отец погиб еще раньше, в 1939 на войне с белофинами. В Омске я работал слесарем на МТС. Потом в колхозе. По возвращению в Ленинград в марте 1945 пытался устроиться на работу, но не брали. Паспорта у меня тоже не было. С пропиской ничего не получалось. За полгода Волков, Смирнов, Биюткин и Ефремов успели совершить 32 преступления. Семь человек были убиты, в том числе двое сотрудников милиции. Почти все убийства совершил Евгений Волков. Именно он был инициатором ограблений и фактически главарем банды. А был он таким жестоким и, в общем-то, напористым, как пример для всех остальных, только потому, чтобы утвердиться. Он младше всех, остальные старше, причем опытнее намного. надеяться надеяться на снисхождение Волкову не приходится. Но и терять нечего. 22 апреля 1946 года происходит невероятное. Евгений Волков бежит из тюрьмы. Евгений Волков человек в чем-то уникальный. В 45-м году ему исполнилось всего 17 лет. И вот этот пацан сумел сколотить банду из взрослых парней. Более того, стать у них главарем. А когда попал в тюрьму, снова себя проявил. С ним в камере сидело шесть взрослых мужиков. Двое из них матерые уголовники. И он умудрился подбить их на рисковое дело побег. А ведь не все шестеро собирались бежать. А за соучастие грозил новый срок. Однако никто не настучал надзирателю. Никто не остановил. Наоборот, помогали. Вынимали кирпичи и складывали под норами. Правда, последний ряд уже они только расшатали. Проверили, вынули, проверили и опять заложили. Это для того, чтобы с улицы не было видно. К ночи я вынул последний кирпичи. Бродяги сделали веревку из матрасов. В пролом я полез первый. Но самостоятельно выбраться не смог. Меня выталкивали. Но когда я оказался за пределами камеры, веревка оборвалась. Я упал с большой высоты. Волков в 40 минут бродил по темному двору тюрьмы в поисках лестницы. Но часовые его так и не заметили. Проходил мимо двух постов. Один в 37 метрах от него, другой в 55. Почти посередине. И лампочка очень слабая. Освещение в 25 свечей. Но все это сыграло вести на руку. Побег Евгения Волкова обнаруживают только через два часа, когда преступника и след простыл. Кажется, неуловимый бандит исчез уже навсегда, но в этот раз фортуна улыбнулась работникам уголовного розыска. По счастливой случайности беглеца в тот же день встречает оперативник Николай Чебатурин. Проезжая по Ливовскому проспекту, увидел Рыжего, посмотрел на карточку, кто Волков был. Отреагировал конечно Волков моментально. Он тут же нырнул в подворотню, но ведь тогда дворники были, и дворники какие это были, хозяева двора. Дворник выскочил с топором в руках, преградил путь Волкову. Так он и был схвачен. В июне 1946 года состоялся суд над бандой Волкова. Соучастники получили от трех до десяти лет лагерей. Подсудимые Смирнов и Волков приговорены к расстрелу. Евгений Волков цеплялся за жизнь до конца. В начале судебного процесса он решил симулировать сумасшествие. Он морщил лоб, выпучивал глаза, на самые простые вопросы отвечал невпопад. Например, его спрашивали «Ну когда вы родились?» Он отвечал «Спасибо, я не курю». Несмотря на то, что судебно-медицинская экспертиза признала его абсолютно вменяемым, он продолжал включать дурака и на суде не выступал. И только в конце процесса он взял последнее слово. Больше глаза не пучил, лоб не морщил, а сказал просто «Я преступник большой, защиты мне быть не может». 2 октября 1946 года смертный приговор был приведен в исполнение. В 1946 году в Ленинграде отменяется военное положение. Трудно и медленно город восстанавливается, начинает жить. Ремонтируются дома, запускаются станки, фабрик и заводов. Нищие, обожженные войной люди верят, что своим трудом построят новую прекрасную жизнь. Ведь они поколение победителей. Народ был более добрый, что ли. Пацанё стояло там у булочных попрошанчиво, или там просило. Подавали, да, и отводили в детприёмник. совсем маленьких там сдавали этих колупашек. Это было то странное время, когда всё было как бы общее. Жили очень бедно. Рай был, конечно, коммунальный, были карточки, потом были какие-то... Но всё это как-то переживалось вместе. И, честно говоря, вот сейчас уже на старости лет есть какую-то некоторую ностальгию по этому времени. Конечно, это глупость, наверное, но как-то вот. Уже к 1950 году городское хозяйство полностью восстановлено, промышленность достигла довоенного уровня. С волной уличного бандитизма удалось покончить ещё раньше. Ленинградский уголовный розыск выиграл эту войну. Ветераны ленинградского сыска. Это были особые люди со своими суровыми правилами. Как-то мы окружили одну любопытную квартирку. Первый этаж, шесть комнат, меньше десяти блатных не собиралось. Дури тогда во мне было много, и я сунулся через окно. Так вот, ветеран буквально за шиворот меня одёрнул и сказал, запомни, первый в притон заходит начальник уголовного розыска. Вот такая у них была привилегия. А сейчас чаще ОМОН впереди бежит в бронежилетах. Эти люди учили нас презирать трусость. Они работали не за звание и деньги. Служили простой идее. Тогда они нас защищали. Ленинград, он почти в Европе. Ленинград, он богат дворцами. Ну, какие повсюду, но ты чуть оступишься и с концами. Чуть оступишься и с концами. Купа, ла, ста, яд, по салоте. Шпили ввысь устремились стройно. Ленинград стоит на болоте, а по ночам у нас неспокойно. А по ночам у нас неспокойно. Эй! неспокойно. Редактор субтитров